Вопрос. У нас будет скорее больше теории или скорее больше практики или по блокам, потому что вот в первом семестре нам Ирина сказала, что будет там три блока. Первый больше по практике, второй больше по теории. Вот можно здесь такой же клик-ревью? Смотрите, во-первых, нужно учитывать, что у нас в отличие от обычных контрольных, которые идут в формате closed book, сейчас у нас формат полный open book, и поэтому там нет никакого смысла давать вам задачки типа, условно говоря, найдите квадрат такой-то матрицы или еще что-нибудь в этом роде. То, что легко сделать с помощью вольфрам-альфа. Вот, поэтому я думаю, что сейчас все-таки будет некоторое смещение на задачки, которые требуют какого-то большего понимания. Вот. Тут я, пожалуй, так, наверное, не хочу сейчас как-то совсем уж говорить про структуру контрольной. Я не думаю, что она будет такой же, как Ирина делала, конкретно из таких трех кусков. Скорее, это будет что-то более такое перемешанное. Предполагается, что вы должны, по крайней мере, знать теорию, в том числе представлять себе, как доказываются всякие штуки, которые мы доказывали на лекциях. Ну, опять же, все-таки у нас нет задачки типа, воспроизведите такое доказательство с лекцией, и особенно в формате OpenBook такие задачки совершенно бессмысленны. Но, как вы уже могли заметить, часто для того, чтобы решить какую-то задачку, нужно перед этим разобраться в каком-нибудь доказательстве. Но, по крайней мере, иногда мне удается придумать такие задачки, для которых нужно разбираться в каких-то доказательствах. Так, значит, вопросы вижу. Значит, что такое CB, CB в минус первый, и с чем это едят? Да, отличный вопрос. Значит, вот такая штука, что это? Значит, дальше инвариантность определителя. Это все связанные вещи. Так, можете сразу, значит, если есть видосики про определитель, можете сразу в чат курсы скинуть. Так, первый вектор, которого принадлежит инвариантному подпространству. Что это за блоки такие? Значит, матрица оператора с инвариантным подпространством. Так, 16-17, это сейчас, это мне нужно открыть документ, который я вам написал вчера. Кажется, не прошли. Значит, краневое подпространство уже в данном нормальной форме. Да, это мы еще не проходили. Значит, на лекции на следующий во вторник я дам определение того, что такое краневое подпространство. Докажу его инвариантность. Это не сложная штука. И сформулирую, кто такая же данного нормальная форма. Опять же, без доказательства там ничего особо сложного не будет в этих двух вопросах. Ну, трудно сказать, что сложное, что несложное. Так, ладно, видюшку потом посмотрим. Окей. Так, ну что, еще вопросы? Есть какие-нибудь, или мы какое-то количество вопросов разобрали? Зачем, наоборот, пока не разобрали, а собрали. Так, ну хорошо. Давайте тогда начнем, наверное, с этих вопросов. Значит, во-первых, кто такой CBC в минус первый? Ну, и смотрите. Значит, это следующая история. Допустим, что у нас, значит, консультация на следующей неделе, да, будет. Значит, смотрите. Пусть у нас есть какой-нибудь оператор. Значит, вот у нас есть пространство. То есть у нас есть оператор A, который действует на некотором векторном пространстве V на себя. Значит, есть линейный оператор. Дальше. Пусть у нас в пространстве V есть базис E1 и так далее, E. В. Давайте скажем, что, ну, окей, если есть оператор и есть базис, то тогда есть матрица этого оператора. Значит, давайте я как-нибудь этот базис обозначу, пусть он будет таким вот, я красивенький. Значит, в базисе E красивенько определена матрица оператора. Так, кто такая матрица оператора? Что это вообще такое? Скажите, кто такая матрица оператора? Ну, это штука, в которой по столбцам записаны координаты элементов базиса, которые элемент базиса обретает, когда на него действует оператор. Кригорь сказал. Да, значит, матрица оператора – это такая штука. По столбцам записаны координаты в том же самом базисе E образово-базисных векторов. Ну, из этого же базиса E. То есть, иными словами, вот у меня здесь написана какая-то штука. А1, 1 и так далее, А1, N, А, N, 1 и так далее, А, N, N. Значит, что это означает? Это означает, что если я подействую оператором А на вектор E, первый, например, то я получу вектор вот такой, А1, 1, E, 1, плюс и так далее, плюс А, N, 1, E, N. Вот такая штука. Ну, и то же самое не только для первого. Но давайте я просто напишу, что это верно для всякого столбца. Значит, для житого базисного вектора это будет соответствовать тому, что у меня… То есть, вот здесь нужно единички заменить ножей. Вот такая штука. Так, все согласны с тем, что это действительно матрица оператора, что матрица оператора именно так определяется. Значит, если матрица оператора так определяется, то это означает, что… Значит, как можно по-другому сказать? Можно по-другому сказать, что матрица оператора – это такая штука. Значит, это такая матрица… Ну, вот смотрите, у нас есть… Пусть у нас есть какой-то вектор U, который есть… O, 1, E, 1, плюс и так далее, плюс U, N, E, N. Тогда, если я подействую оператором А, на вектор U я получу… Ну, давайте считать, что я получу какой-то новый вектор, V, скажем. V, 1, E, 1, плюс и так далее, плюс V, N, E, N. Значит, тогда вот эти координаты, значит, координаты исходного вектора и координаты его образа связаны таким образом. V, 1 и так далее, V, N – это есть вот эта матрица, A, 1, 1 и так далее. Экран завис, вроде как. Экран завис? А, сейчас мне… Вот так, я думаю, развис. Значит, A, N, 1 и так далее, A, N, N умножить здесь на вот этот самый U. То есть, иными словами, это означает следующее, что если я… Теперь, значит, у меня была какая-то инвариантная штука. Вот у меня были векторы, был линейный оператор. Линейный оператор – это просто отображение. Какие-то векторы переводятся в какие-то другие векторы. А теперь я хочу все это записать в координатах. То есть, я хочу показать, как этот линейный оператор, значит, преобразует координаты векторов. То есть, я беру вектор, вычисляю его координаты и смотрю, какие будут координаты его образа. Ответ. Чтобы найти координаты образа, мне нужно просто умножить мой вектор на матрицу этого оператора. Значит, ну вот, это на самом деле эквивалентный способ сказать, что такое матрица оператора. Ну, собственно говоря, видно, что если я вот здесь, в качестве вот этой штуки, буду подставлять базисные векторы. Ну, что такое базисный вектор? Это вектор, у которого есть единичка где-то, а все остальные — нолики. Но вот если вы дальше посмотрите, как устроено умножение матриц, то вы увидите, что когда вы умножаете такой базисный вектор на такую матрицу, то вот здесь получается в точности столбец этой матрицы. Просто сделайте это один раз, вы увидите, что действительно работает. И это ровно соответствует вот этому определению. То есть, понятно ли это? Да, и есть ли по этой части вопрос? Я на всякий случай захожу немножко с некоторым запасом, в том смысле, что рассказываю чуть раньше, чем материал того вопроса, который был задан. Но я хочу убедиться в том, что эта штука понятна. Так, ну хорошо, видимо, понятно. Да, все понятно. Ага, окей. Едем дальше. Теперь смотрите, значит, то есть вот что важно здесь понимать, что у нас есть оператор, но его матрица, она зависит не только от самого по себе оператора, она зависит еще и от выбора базиса. То есть, что матрица появляется в тот момент, когда есть оператор и есть базис. Соответственно, дальше возникает вопрос. Допустим, я знал матрицу этого оператора в каком-то базисе. Если я базис поменяю, что произойдет с матрицей оператора? Ну, она, в принципе, как-то поменяется. Вопрос как? Так, давайте смотреть. Значит, следующая часть. Замена базиса. Давайте предположим, что у нас есть, опять же, векторное пространство V и есть здесь теперь два базиса. Один базис E1 и так далее, E, N. Это базис E. На другой базис то же самое, только со штрихами. Значит, ну, вот задумно два базиса. Это сейчас просто два каких-то набора векторов. Но чтобы как-то посчитать что-то, мне нужно понять, как эти базисы друг с другом связаны, как они друг по отношению к другу расположены. Ну, вот стандартный способ это задать такой. Значит, можно рассмотреть матрицу. Значит, рассмотрим такую матрицу C. Матрицу C у нее по столбцам написаны написаны координаты новых базисных векторов. Значит, векторов E, J, T, штрих в базисе в исходном базисе, в базисе E. Ну, понятно. Это базис. Значит, я могу взять любой вектор. Например, взять вектор E1 штрих. Это какой-то вектор в том же самом векторном пространстве. Значит, я его могу разложить по этому базису. Вот разложу и получу первый столбец моей матрицы C. И так далее. Так получаются все столбцы матрицы C. Значит, матрица C называется матрица перехода. Это матрица перехода от E к E с чертой. Теперь давайте посмотрим, как меняются координаты векторов. Значит, вот смотрите. У меня... Пусть у меня теперь есть вектор U, который устроен так. Это вектор U1, E1 плюс и так далее плюс UN, EN. И он же вектор U1 штрих, E1 штрих плюс и так далее плюс UN штрих, EN штрих. Значит, координаты одного и того же вектора только в двух разных базисах. Как они связаны друг с другом? Ответ. Связаны они немножко контринтуитивным образом. А именно. Связаны они так. U1 и так далее UN равняется матрице C на U1 штрих и так далее UN штрих. Значит, в чем контринтуитивность? Контринтуитивность в том, что в самой матрице C по столбцам написаны координаты вот этих штрихованных векторов в исходном базисе. То есть матрица C это матрица такого оператора, который исходный базис превращает в штрихованный. А вот в этой формуле на самом деле все наоборот. Оказывается, что эта же самая матрица C связывает координаты вот таким образом. Она позволяет из координат в новом базисе изготавливать координаты в старом базисе. Ну, а как в этом убедиться? Чтобы в этом убедиться, нужно убедиться в том, что это работает по крайней мере базисных векторов. Ну, действительно. Пусть U равняется, например, E житая штрих. Как тогда выглядит вот эта штука? Значит, если U, это E житая штрих. А кто такой E житая? Ну, давайте я даже для определенности, чтобы мне проще писать, давайте E1 штрих. Значит, кто такой E1 штрих? Каковы координаты вектора E1 штрих в базисе вот в таком? Ну, скажите кто-нибудь. Единичка и остальные нули. Да, совершенно верно. Значит, это будет вектор вот такой. Единичка, а дальше все остальное 0. Дальше. Я беру этот вектор, умножаю на матрицу С. Получается... Ну, что получается? Получается следующее. Вот у меня есть матрица С. У нее тут по столбцам что-то написано. Ну, С1,1, С1,n и так далее, С,n1 и так далее, С,n,n. Значит, если я такое умножение сделаю, то я получу в точности первый столбец этой матрицы. Ну, потому что, действительно, я буду так вот умножать вот эту штуку на вот эту штуку. Значит, здесь только одна единичка, ну, значит, это единичка умножится на С1,1. А все остальное умножится на 0. Ну, и так со всеми остальными строчками. Значит, здесь вторая строчка умножится на эту штуку тоже, то их первый элемент вырежется и так далее. Значит, вот получается, что у меня здесь будет написано С1,1 и так далее, С,n,1. Но давайте проверим, что действительно это ровно то, что мы хотели. Смотрите, значит, чего было здесь написано? Здесь было написано, что в матрице С по столбцам написаны координаты векторов Ежитая штрих в базисе Е. Теперь давайте посмотрим на эту формулу. Она говорит нам, что координаты какого-нибудь вектора в базисе Е определяются таким образом. Это С умножить на координаты этого же самого вектора в базисе Е штрих. Давайте посмотрим теперь вот сюда. Что здесь написано? Мы взяли вектор Е1 штрих. И для этого вектора наше утверждение верно. Ну, потому что здесь справа написаны координаты этого вектора в базисе Е1 штрих, в базисе Е штрих, вот в этом базисе. Это вот ровно такая у него координата. А здесь, значит, по вот этому условию, по определению матрицы С, написаны координаты этого же самого вектора, но только в старом базисе. Значит, эта формула работает по крайней мере для вектора Е1 штрих. Ну, мгновенно дальше показывается, что она работает точно таким же образом для всех остальных базисных векторов. Ну, а дальше просто по линейности она работает для всех векторов. А как, верите ли вы в эту формулу? Ну, точнее, в эту формулу? Да. Отлично. Вопрос в первую очередь к тем, кто задавал вопрос про С минус первое БС. Потому что вот эта часть необходима для того, чтобы понимать, откуда берется и все остальное. Понятно ли это? Будем считать, что понятно. Едем дальше. Теперь у нас есть, значит, это мы обсудили, как меняются координаты вектора при замене базиса. Теперь нам нужно понять, как меняется матрица оператора при замене базиса. Ну, давайте смотреть. Значит, жил-был у нас оператор А кругленько. Была у него матрица А в базисе Е. Значит, я хочу понять, как выглядит матрица А' это матрица того же оператора, только в базисе Е'. Значит, хочется найти вот эту матрицу. Значит, опять же, мы считаем, что базисы Е и Е' связаны с помощью вот этой матрицы перехода С. Ну, давайте смотреть. Значит, взяли мы... Значит, чего я хочу? Давайте я просто напишу формулу и покажу, что она действительно работает. Значит, утверждение. А' равняется С в минус первой АС. Доказательство. Давайте посмотрим на то, как все это работает. Значит, вот у меня есть вектор U. У него есть координаты U1, E1 плюс и так далее плюс UN, E, N. И у него же есть координаты U1' E1 плюс и так далее плюс UN' E, N'. Теперь я делаю следующую штуку. Я беру вектор... Я беру столбец, который составлен из вот этих штрихованных координат, действия на эту штуку матрицы С. То есть это означает, что вот здесь у меня будет написано С на вот этот самый U1' и так далее, UN'. Что я при этом получаю? Значит, здесь у меня были координаты U в базисе E' Значит, что я получаю после того, как подействовал в матрице С? Ну, по вышесказанному я получаю координаты того же самого вектора U, только в исходном базисе. Значит, это координаты U в базисе E. Теперь я подействовал на эту штуку оператором A. Не оператором A, а матрицей A. Просто умножил на матрицу A. Получил некоторое V1 и так далее, VN. Значит, это кто такие? Значит, это просто... Ну, хорошо, давайте я лучше перенесу. Значит, подействовал A на U1 и так далее, U, N. Это просто V1 и так далее, VN. Это кто такие? Это координаты вектора AU в базисе E. Правильно? Значит, это следует просто из того, что мы так определяем матрицу A. Матрица A — это в точности та самая матрица, которая переводит координаты произвольного вектора в базисе E в координаты вектора образа, вот такого вектора AU в том же самом базисе E. Теперь мы действуем матрицей C в минус первая. Получается, C в минус первая на вот такую штуку, V1 и так далее, VN. Ну, это что такое? Значит, мы знаем, что у нас вот эти не штрихованные координаты связаны с штрихованными координатами умножения на матрицу C. Значит, в обратную сторону это работает так. Это есть U1 штрих и так далее, UN штрих. Это есть C в минус первая на U1 и так далее, UN. То есть, как бы, умножение на матрицу C в минус первой убирает штрихи. А, простите, наоборот, добавляет штрихи. Значит, эта штука, это и есть V1 штрих и так далее, VN штрих. Значит, это что такое? Это у нас координаты вектора AU в базисе E штрих. То есть, смотри, что получается. Для того, чтобы найти координаты вектора AU в базисе E штрих из координат вектора U в том же самом базисе, нам нужно сделать следующие операции. Нам нужно взять этот набор координат, умножить на матрицу C, потом умножить на матрицу A, потом умножить на матрицу C в минус первой. И получится координата этого вектора в базисе E штрих. Ну, это и означает, что матрица нашего оператора, записанная в базисе E штрих, она так и устроена. Это матрица A штрих, умножение на которую это все равно, что умножить сначала на C, потом на A, потом на C в минус первой. Ну, собственно говоря, все, доказали. Да, выложу. Как, понятно ли это? Да, спасибо. Отлично. Так, хорошо. Следующий был вопрос, который как раз с этим тесно связан. Значит, инвариантность определителя. Значит, я утверждаю, что определитель это на самом деле характеристика линейного оператора, а не конкретной матрицы этого линейного оператора. Ну, на самом деле доказательство очень простое. Значит, утверждение. Определитель произвольной матрицы A это то же самое, что определитель C в минус первой АС. То есть, иными словами, когда мы делаем замену базиса, матрица претерпевает вот такое изменение, а определитель ее не меняется. Ну, давайте докажем. Значит, дело в том, что просто произведение определителей равняется... Определитель произведения матриц это произведение определителей. Значит, поэтому получается вот такая штука. А определители взаимно обратных матриц взаимно обратны. А еще определители это перестановочная штука. Значит, доказательство того, что определитель произведения равен произведению определителей. Да, сейчас я скажу пару слов на эту тему. Значит, ну и понятно, дальше вот эти два товарища сокращаются, остается просто определитель А. Значит, про то, что определитель произведения равен произведению определителей. И я не то, чтобы знаю хорошее и аккуратное доказательство этого факта. Значит, в какой-то момент Ирина Резвякова доказывала вам этот факт, там это делалось как-то с помощью аккуратных преобразований какой-то большой матрицы. В большую матрицу вписывались две матрицы, потом делались какие-то преобразования. И, в общем, я, честно говоря, не в силах уследить за этим определением. Значит, я бы предпочел просто использовать геометрический смысл определителя. Значит, ну, значит, я сейчас совершенно не претендую на то, чтобы то, что я сейчас рассказываю, является штука, которая позволяет доказать вот это утверждение. Значит, не позволяет, потому что она на самом деле будет опираться на это равенство. Значит, но, тем не менее, я хочу, может быть, что-то сказать, чтобы было бы немножко менее магическим все это. Значит, смотрите, у определителя оператора есть геометрический смысл. А именно, если у нас есть оператор, про него можно думать таким образом. Вот, у вас был какой-то базис, вы на этот базис подействовали вашему оператору. Получился какой-то, значит, тут был, допустим, E1, E2, а получились какие-то другие векторочки. Вот это AE1, а это AE2. Значит, давайте посмотрим на вот такой вот параллелепипед, построенный на исходных базисных векторах и на вот такой вот параллелепипед. Значит, утверждение такое. Значит, определитель A это есть объем параллелепипеда как-нибудь надо было бы обозначить, но давайте я просто обозначу круглыми скобками. Объем вот такого параллелепипеда, в данном случае параллелограмма, а объем это в данном случае площадь, разделить на объем исходного параллелограмма. Почему это так? Потому что на самом деле я думаю, что вы знаете, что геометрический смысл определителя матрицы такой, что если у вас есть, если вы просто запишите, например, векторы, которые являются столбцами этой матрицы и построите соответствующий параллелограмм, то ориентированный объем этого параллелограмма и будет значением определителя. Знаком вам такой факт? Используем факт, что для произвольной матрицы определитель. Это объем, ориентированный объем параллелепипеда, построенного на векторах, чьи координаты записаны в этой матрице. Ну, например, по столбцам. Ну, смотрите, значит, почему это верно? Ну, давайте смотреть, что такое… Допустим, у меня есть несколько векторов, допустим, у меня есть два вектора, вектор V1 и вектор V2, и, соответственно, у меня есть координаты этих векторов. Давайте я пойму, как я хочу это сделать. Я хочу по столбцам записывать, я хочу вот так их записывать. V1-1, V1-1, V2-1, V1-2, V2-2. Значит, можно составить такую матрицу. V1-1, V2-1, V1-2, V2-2. теперь я могу рассмотреть вот такой вот параллелограмм. в данном случае, как это называется? Параллелограмм. Значит, вот у меня есть вектор V1, вот у меня есть вектор V2. V2-2. Значит, почему я утверждаю, что определитель вот этой матрицы это объем, в данном случае, площадь вот такого параллелограмма. Значит, верно два утверждения. Ориентированная площадь. Верно два утверждения. Первое. Площадь не меняется при вот таких преобразованиях. То есть, иными словами, смотрите, вот у меня был какой-то была какая-то пара векторов. вот давайте я начну просто с пары векторов, допустим, просто вот таких вот. Значит, теперь я взял и прибавил к вот этому вектору вот этот вектор, домноженный на какой-то коэффициент. значит, что получилось. У меня вместо вот такой штуки получился вот такой вот какой-нибудь параллелограммчик. значит, я утверждаю, что площади этих параллелограммов совпадают. если верно, что вот этот вектор каким был, таким остался, вот этот сдвиг произошел только вдоль этого вектора. то есть у меня вот этот вектор, значит, как вот у меня был здесь исходный вектор, который торчал как-то вот так. И я к нему прибавил, ну, прибавил сколько-то вот этих векторов. значит, получился вот такой вот как бы скос. значит, утверждается, что площади не поменялись. Ну, действительно, вот у меня есть была какая-то площадь. Давайте считать, что это просто прямоугольник, например. А дальше у меня возникла вот такая вот штука. значит, вот такая площадь, вот такая площадь. Это, на самом деле, то же самое, что вот такая площадь. Ну, потому что как посчитать площадь параллелограммы? Ну, вот нужно взять, опустить здесь вот так вот высоту и умножить эту высоту на длину вот этой стороны. И для этой штуки точно так же считается площадь. Поэтому площадь не поменяется. Ну, и на самом деле, если я буду дальше эту картинку повторять, то есть, например, если я возьму теперь вот этот вектор и прибавлю к нему сколько-то вот таких векторов, то тоже площадь не поменяется. Там это какое-то геометрическое рассуждение, там нужно разбить все это тоже на какие-то прямоугольники. Вот. Но это не очень сложное рассуждение. Можете сами попробовать его провести. Вот. Ну, и, собственно говоря, площадь не меняется, и определитель тоже не меняется. Ну, а дальше можно таким преобразованиями привести, как бы, можно, например, с помощью вот таких вот преобразований, которые не меняют определитель, привести наш полилограмм к виду, когда все векторы будут просто пропорционально соответствующим базисным векторам. будет какая-нибудь, ну, фактически я наоборот от вот такой картинки перехожу к такой картинке. Ну, и в этом случае как устроен определитель вот такой, значит, как устроен определитель вот такой, вот такой штуки. Но если у меня каждый вектор просто пропорционален базисному вектору, то моя матрица будет устроена как-то так. Здесь будет какой-нибудь lambda 1, а здесь будет 0, а здесь будет как-нибудь вот так вот. Где вот это λ1, например, а это λ2. Это как бы длина соответствующих векторов. Но определить ли такой матрицы, это и есть λ1 на λ2. А это и есть площадь вот этого прямоугольника. Ну а поскольку она в ходе преобразования не менялась, значит она как была площадью, так и остается площадью. Не претендую на то, что это полное доказательство, но ключевая конструкция здесь и именно вот это. Ключевая конструкция связана с тем, что определитель не меняется при вот таком преобразовании, и площадь тоже не меняется при таком преобразовании. Ну или объем тоже не меняется при таком преобразовании. Поэтому верно вот это утверждение, которое тут написано. Ну и понятно, что я написал только для двух векторов, можно написать для большего количества векторов. Как, вот это место понятно? Ну, на том уровне, на котором я вам рассказал, значит, можете поэкспериментировать с тем, чтобы действительно поприводить с помощью вот таких преобразований любой параллелограмм привести просто к прямоугольнику, увидите, что там будет происходить. Вот. А дальше, ну а дальше понятно, смотрите, что такое вот этот параллелограммчик. Это параллелограмм, который построен на векторах, которые являются образами базисных. Но это означает в точности, что вот эта площадь этого параллелограммчика — это просто как раз определитель той самой матрицы нашего оператора. Ну, давайте считать, что у меня вот этот объем просто единичный. Давайте считать, что вот эта штука — это просто единица. Ну, просто я буду считать, что у меня базисный вектор имеет длину 1. Тогда вот этот объемчик — это просто определитель матрицы А, где А — это абы какая матрица этого линейного оператора. Ну, окей, давайте считать, что эта матрица ровно вот в этом же самом базисе для простоты. Вот. То есть, смотрите, это означает, что у определителя появляется геометрический смысл. А именно, определитель линейного оператора — это то, во сколько раз линейный оператор сжимает или растягивает объемы. Ну, там, растягивает. Потому что вот у меня был этот самый квадратик с единичным объемом. Я на него подействовал линейным оператором. Он мне его превратил в прямоугольник, в полилограммчик с каким-то другим объемом. С объемом, который равен объему определителя. Можно показать, ну, как бы, что такое линейный оператор. Линейный оператор — это такой оператор, который вот он на всякие кусочки нашего пространства, он действует более-менее одинаковым образом. Поэтому если определители таким образом... Поэтому если базисные векторы таким образом меняются, и параллограммчики, которые лежат на базисных векторах, то и любые параллограммчики также меняются. Таким образом, определитель линейного оператора — это во сколько раз оператор меняет объем. Ну, после этого легко поверить в то, что определитель произведения двух операторов равняется произведению определителя. Ну, как бы, вот, вы подействовали сначала одним оператором, а потом, на то, что получилось, подействовали другим оператором. Первый оператор все растянуло в два раза, а второй оператор — в три раза. Значит, последовательное действие все растянуло в пять раз. Реалистично звучит? Вот. Ну, я говорю, что это не следует считать, что это, на самом деле, доказательство вот этого утверждения, потому что мы здесь, в принципе, использовали понятие определитель оператора, и это означает, что мы уже предполагаем, что определитель — это штука, которая задается по оператору, а не по его матрице. А здесь ровно это и доказывается. Здесь ровно это и доказывается, что определитель, значит, не меняется при замене базиса. Вот. Поэтому, как бы, если вы хотите совсем формально аккуратное доказательство, то вы можете, значит, даже этот конспект выложен на майонезе, значит, открыть конспект Ирины и его там попробовать прочитать. Я думаю, что если внимательно прочитать, мне просто терпения не хватило, то будет видно, что там действительно есть доказательство, оно там довольно аккуратно написано. Вот. Но геометрический смысл, который в данном случае содержателен, он именно вот такой, как я сейчас показывал. Так, есть ли вопросы на эту тему? Вроде бы нет. Хорошо. Тогда, значит, можно считать, что это мы обсудили. Это мы обсудили. Значит, матрица оператора с инвариантным подпространством. Это простая история. Пусть у меня есть оператор. И пусть есть подпространство У в пространстве В, которое является инвариантным. Это означает, что для всякого вектора У из У действия… Значит, если мы подействуем оператором А на этот самый вектор У, то мы снова попадем в У. Значит, это означает, вот это вот утверждение, вот это, это есть определение того, что такое У – инвариантное подпространство. Значит, оно должно быть подпространством. И У – это инвариантное подпространство оператора А. Значит, теперь выберем в У базис Е1 и так далее, ЕК. К – это размерность У. Дополним до базиса. Получим какой-то базис вот такой. Значит, вот эти векторы образуют базис в У, а вот эти векторы, они не живут в У. Живут в дополнении. Значит, утверждение такое. Вот в этом базисе, давайте я как-нибудь обозначу Е. В базисе Е матрица оператора А имеет вид. Значит, у нее вот здесь написано что-то, А1. Вот здесь нули, а здесь еще что-то. Значит, какие размеры этих клеточек. Значит, вот здесь у нас размер К, вот здесь размер К. Здесь, соответственно, N – К, а здесь весь N. Значит, вот такая штука. Ну, почему это так? Ну, потому что давайте посмотрим на то, как матрица, значит, то, как наша матрица должна выглядеть в таком базисе. Ну, давайте смотреть. Значит, у нас вектор А, если я этим оператором А подействую на вектор Е житой, где Ж от единицы до К, то я обязан снова оказаться в том же самом пространстве У. Значит, вот у меня есть… Значит, я оператором А подействовал на Е житой, получил А1 житой Е1 плюс и так далее, плюс АК житой Е1 плюс… Значит, смотрите, ну вот на самом деле и все. Вот на самом деле вот так, потому что А и Е житой обязательно принадлежит У. Следовательно, А Е житой раскладывается по базису. Раскладывается по базису Е1 и так далее. Е… ой, читайте, ерунду написал. Екатая должна быть. Значит, А Е житая обязана раскладываться по вот такому базису. Но если она раскладывается по такому базису, то это означает, что она представляется в таком виде. Но это означает, что если я его теперь хочу разложить по вот этому базису, то единственные коэффициенты, которые я могу поставить вот сюда, это нули. Потому что разложение единственное, ничего другого здесь нет. То есть вот такое разложение точно существует. А никакого другого разложения существовать не может в силу того, что разложение единственное. Поэтому обязательно вот здесь стоят нули. Но вот эти вот нули – это в точности вот эти нули. Значит, их здесь n минус k штук. И вот эти n минус k позиции здесь заполнены нулями. n минус k. Из этого, в общем, все и следует. Из этого следует, что действительно, если мы выберем эти векторы, которые образуют базис в инвариантном пространстве, выберем их просто в качестве базисных, а остальные дополним как угодно, то мы получим вот такую вот блочно-диагональную структуру. Но пока еще не блочно-диагональная, пока еще это такая блочно-верхнетреугольная, я бы сказал. То есть у нас есть угол, который состоит из нулей. Но, по крайней мере, вот это определение, значит, вот это утверждение, которое здесь должно было быть. Значит, понятно ли эта часть? Так, кто этот вопрос задавал? С нами ли он еще? Нет. Так, Анастасия задавала. Ага, да. Вот. Хорошо. Теперь, значит, возможно, следующая история. Может так оказаться, такое далеко не всегда бывает, но может так оказаться, что у нас пространство, все наше пространство разбивается в прямую сумму инвариантных подпространств. тогда, значит, если выбрать, можно выбрать такой базис, в котором оператору А будет соответствовать вот такая матрица. Значит, она будет блочно-диагональной. Значит, здесь будет что-то, здесь будет что-то и так далее. Тут будет АМТ, а все остальные штуки будут нулевыми. Вот. Значит, здесь не просто так, здесь есть требование, чтобы именно пространство разбивалось в прямую сумму, и каждое из этих подпространств было бы инвариантным относительно А. Так далеко не всегда бывает. Например, можно представить себе оператор, у которого есть инвариантное подпространство, но нет, но дополнительное подпространство не является инвариантным. Значит, так бывает не всегда. ну, например, есть вот такой пример. Значит, у нас есть инвариантное подпространство. какое есть инвариантное подпространство у такого оператора. Ну, давайте даже я очень-то здесь другое напишу, вот такую штуку. Значит, есть инвариантное подпространство, вот такое, 1, 0, да. Подпространство натянуто на первый боесный вектор, потому что он собственный. Он просто растягивается и остается в том же самом подпространстве. Вот. Но при этом никаких других инвариантных подпространств нетривиальных нет. Потому что второй базисный вектор, потому что второй базисный вектор просто переходит в... не переходит в персонале сам себе. У вас как бы дополнительное подпространство не является инвариантным. Если бы было другое нарядное подпространство, тогда бы у нас было бы два разных собственных вектора и матрица была бы диагонализируемой. Значит, она была бы диагональной. Продолжение следует... Вот пример оператора, который такой структурой не обладает. Но вот этот левый нижний угол, который был обещан, который состоит из нулей, вот есть, состоит действительно из нулей. Так, ну что, давайте еще вопросы. Значит, кажется, на те вопросы, которые были заданы, я ответил. Правда? Давайте еще вопросы. Кратности объясните. Да, давайте поговорим про кратности. Значит, смотрите, есть у нас какой-нибудь оператор. Значит, давайте я сначала дам определение. Значит, вот пусть у меня есть оператор, какой-то оператор, и у него есть какая-то матрица A, в каком-нибудь B, если неважно в каком. Значит, есть характеристический многочлен этого оператора. Он же характеристический многочлен этой матрицы. Это и есть определитель A минус λe. Значит, механизм поиска инвариантных подпространств. Есть ли какой-нибудь совсем универсальный механизм? Ну, на самом деле, смотрите, такой механизм есть, но мы его пока не обсуждали. Потому что полностью описать все инвариантные подпространства линейного оператора – это более-менее все равно, что найти его жерданную форму. Как сказать, жерданную форму мы еще не обсуждали. В общем случае, наверное, и не будем. Поэтому совсем универсального механизма сейчас не расскажу. Но, по крайней мере, что точно известно – это то, что если у вас есть собственный вектор, то подпространство натянутое на этот собственный вектор является инвариантным. Если у вас есть два собственных вектора, то подпространство натянутое на пару этих собственных векторов тоже является инвариантным. Ну, и бывают другие ситуации. Если вам задан как-то АБК-коператор, ну, в общем, не всегда понятно, как найти его собственный пространство. То есть есть на эту тему алгоритм, я говорю, но не обсуждали бы. Значит, кратности. Есть такой определитель. Значит, это многочлен. Значит, давайте считать, что у меня А действует на пространстве В. У меня есть размерность пространства В, которая равняется N. Тогда вот такой определитель — это характеристический многочлен оператора А или матрицы. Это многочлен степени N. Значит, я сейчас считаю, что все происходит над С. Тогда этот многочлен обязательно представляется в таком виде. Значит, А от Лямбада — это и есть... ... Значит, ну, чего здесь написано? Здесь написано следующее. У нас есть многочлен степени N, у этого многочлена есть корни. Обязательно над С справедливое утверждение, что если у нас есть многочлен степени N, то у него есть N корней. Может быть, кратно. То есть, иными словами, это означает, что наш многочлен представляется в виде, значит, лямбда минус какое-то число умножить на лямбда минус какое-то число умножить на лямбда минус какое-то число и так далее. Ну, там с точностью умножения на вот эту вот минус единицу степени N, значит, которой можно пока не заморачиваться. Но суть в том, что у нас обязательно наш многочлен имеет... Всего можно разложить в N вот таких скобок. Лямбда минус какое-то число. Вот эти числа являются корнями. Я сгруппировал скобки. Так, я неправильно написал, конечно. Я сгруппировал скобки. Вот здесь должна быть скобка mk. Кто такие эти m1 и так далее mk? Это лямбда 1 и так далее. Лямбда k. Это различные собственные значения. И, соответственно, m1 и так далее. mk. Это их алгебраические кратности. Давайте я приведу какой-нибудь пример. Допустим, у меня есть матрица вот такая. 2, 2, 3. Здесь стоят нули. А вот здесь стоит что-то. Что я не знаю. Что вы можете сказать про характеристический многочлен этой матрицы? Фархад, к вам задачка найти характеристический многочлен. Значит, здесь специально сделан целый такой угол из нулей. На самом деле, эта матрица верхнетреугольная. У верхнетреугольных матриц очень легко считать определитель. И, значит, на самом деле, чтобы найти хиа от лямбда, нам нужно что сделать? Нам нужно найти определитель вот такой штуки. 2 минус лямбда, 0, 2 минус лямбда, 0, 0, 3 минус лямбда. Ну, а тут что-то. Значит, чему равняется такой определитель? Вопрос к Фархаду. Подиагонально нужно умножить, да. Совершенно верно. Значит, получается 2 минус лямбда умножить на 2 минус лямбда умножить на 3 минус лямбда. Ну, или можно везде знаки поменять на противоположные. Получается минус единица на лямбда минус 2, лямбда минус 2, лямбда минус 3. Значит, у нас есть два разных собственных значения. Это двойка и тройка. Значит, я могу теперь переписать это в таком виде. Минус единицу умножить на лямбда минус 2 в квадрате умножить на лямбда минус 3 в первой степени. Значит, вот эти числа. Вот это число и вот это число. Это мои алгебраические кратности. Значит, алгебраическая кратность собственного значения 2 равняется 2, а собственного значения 3 равна единице. Значит, понятно ли это определение? Отлично. Угу. Угу. Отлично. Теперь геометрические кратности. Значит, геометрическая кратность — это такая штука. Значит, геометрическая кратность собственного значения. Это... Значит, можно обозначить так. Это количество линейно-независимых векторов, соответствующих этому собственному значению. Или, иными словами, это есть ядро оператора... Значит, давайте я как-нибудь это собственное значение обозначу, собственного значения лямбда-житое. Значит, это ядро оператора а-минус лямбда-житое е. Размерность этого ядра. То есть, смотрите. Допустим, у нас есть, опять же, какая-нибудь матрица. Допустим, у нас есть матрица такая. 2, 2, 2, 3, а все остальное — нули. Значит, вопрос. Чему равняется размерность ядра оператора а-2е? Что это матрица А? И чему равняется размерность ядра оператора а-3е? Значит, давайте смотреть. Значит, ну вот, например, на этот вопрос я сейчас буду отвечать. Значит, давайте посмотрим. Оператор А-2е. Это что такое? Это оператор, у которого матрица вот такая. Значит, здесь будут все нули, а здесь будет... Что стоит вот на этом месте? Да. Значит, что стоит здесь? Вопрос к Фархаду. Значит, вот на этом месте что стоит? Они же это куда? Сюда, сюда. Так, а что стоит вот в том месте, которое я выделил квадратиком? Единицы, да. Совершенно верно. Значит, что вы можете сказать про ядро вот такого отображения? Да. Значит, какие векторы под действием этого отображения, вот такого отображения, переходит в ноль? Значит, оно равно двум. Нельзя сказать, что ядро равно двум, потому что ядро – это пространство. Вы, видимо, имели в виду размерность ядра. Размерность ядра действительно два, но давайте это увидим. Чему равно само ядро, как его можно описать? Значит, это линейная оболочка каких векторов? Да, конечно. Ну, там должно быть три вектора E1, E2 и E3, например. А E1 и E2, они идут, они отображаются в ноль, потому что по столбцам там три нуля. Ну и поэтому размерность будет двум равна… Да, а E3 куда отображается? Ой, сейчас, сейчас, секунду. Так, что-то я… Так, ну вот это единица. Может быть, в самом себя? В самом себя, да, конечно. Потому что здесь по столбцам написано ровно, вот в этом третьем столбце написано ровно коронат вектора E3. Да, действительно, смотрите, у нас получается так, что E1 и E2 отображаются в ноль. Значит, E1 и E2 принадлежат ядру. Ну и на самом деле здесь видно, что E1, E2 принадлежат ядру, а никакие другие векторы не принадлежат. Ну то есть любые линейные комбинации E1, E2, естественно, принадлежат ядру, а любые другие векторы не принадлежат, потому что у любых других векторов должны иметь в своем разложении вектор E3, но вектор E3 в ноль не переходит. И никак его нельзя, как бы, если мы добавляем к вектору E3 какую-нибудь комбинацию векторов E1 и E2, все равно вся эта комбинация в ноль тоже не перейдет, потому что эти два вектора или любые пропорциональные им перейдут в нули, а этот вектор не перейдет в ноль, поэтому вся линейная комбинация не перейдет в ноль. Поэтому это ядро, это вот только вот эти, значит, линейное пространство натянута на эти два вектора. И действительно размерность этого линейного пространства равна двум. Это и есть геометрическая кратность. Да, значит, это геометрическая кратность собственного значения 2. Важный момент состоит в том, что для того, чтобы узнать эту геометрическую кратность, в данном случае эта геометрическая кратность, вот эта двойка, совпала с вот этой алгебрической кратностью. Но так бывает не всегда. Например, допустим, что у меня изначально была бы матрица вот такая. Опять же, у меня было бы здесь, ей бы соответствовало бы характеристическим многочисленным просто лямбда минус 2 в квадрате, потому что у нас был бы вот такой определитель. Это просто 2 минус лямбда в квадрате. Ну, это то же самое, что лямбда минус 2 в квадрате. Значит, вот здесь была бы алгебраическая кратность. Равняется 2. Значит, у нас единственное собственное значение 2, а алгебрическая кратность равно 2. Чему равнялась бы геометрическая кратность? Значит, нужно найти размерность ядра вот этой матрицы. Минус 2 на тождественную. То есть размерность ядра вот такой матрицы. Значит, что входит в ядро вот такой матрицы? Е1. Да, только Е1. Опять же, видно, что вектор Е2 в 0 не переходит. И более того, любой вектор вида, значит, что угодно. Значит, если у меня есть вектор У1Е1 плюс У2Е2, я на него действуя моим оператором, я получаю, что я получаю, значит, Е1 перешел в 0, Е2 перешел, куда перешел Е2? В Е1? В Е1. Значит, если я подействовал моим оператором на такую, на произвольный вектор, то я получил вектор, который называется У2 умножить на что? Повторите вопрос, пожалуйста. Значит, ну вот смотрите, я действую оператором А на произвольный вектор. Значит, вопрос, что получится? Давайте я даже сотроню эту подсказку. У2 на Е1. Получается, У2 на Е1. Совершенно верно. Значит, если бы вот этот вектор принадлежал ядру, то это бы означало бы, что У2 обязан равняться 0. Поэтому, значит, У1 Е1 плюс У2 Е2 принадлежит ядру. Тогда и только тогда, когда У2 равняется 0. Но это в точности означает, что ядро состоит только из линейной оболочки вектор Е1. Значит, у нас всего, значит, все векторы, обладающие вот таким свойством, это в точности векторы пропорциональны вектору Е1 в двумерном пространстве. Поэтому, что вы можете сказать тут про геометрическую кратность собственного значения 2? Она равна единице. Она равна единице. Вот. Видно, что в этом случае геометрическая кратность не совпадает с алгебраической. Да, видно. Все стало понятно. Спасибо. То есть так тоже бывает. Ну и утверждение, которое здесь есть, утверждение такое. Если все геометрические кратности совпадают с алгебраическими, собственно говоря, даже не если, а вот такое утверждение, все геометрические кратности совпадают с алгебраическими тогда и только тогда, когда существует такой базис, что оператор А в этом базисе имеет диагональную матрицу. То есть если все алгебраические кратности совпали с геометрическими, то тогда можно просто диагонализировать матрицу. Вот. Это такой критерий. Вот. Так, хорошо. Давайте еще вопросы. Хорошо. Так, чего, нет вопросов? Закончились? Уникальная возможность позадавать вопросы. Нет? Нет. Все. Спрос иссяк на вопросы? Ну ладно. Тогда на сегодня все. Будут когда остальные темы? Да, хорошо. Окей. Тогда до следующей недели. Хороших выходных. Продолжение следует...